ну что ребят доброе утро очередной день нашего авто путешествия и находимся мы сейчас в буковеле вчера уже где-то в районе 7 вечера мы сюда доехали вот и сняли мы вот такой таркут называется отель я ссылочку внизу скину сняли вот такой вот номер в общем такая маленькая комнатушка там стандартная душевая кабина ну все как стандартно вот есть теплая вода убывальник нормально здесь не такой как в берлоге вот никто под ухо не храпит за соседней стеной сразу включили отопление нам вот его пришлось выключать потому что стало очень жарко несмотря на то что здесь в горах холодно ночью вот есть шкаф куда можно разместить свои вещи есть вешалки есть каждому по три полотенца вот находимся мы на первом этаже мы с собачкой нам удобно и стоило это всего лишь 550 гривен вот это даже на 100 гривен дешевле получается не на 100 на 50 дешевле чем это стоило на озере синевер в этой берлоге в общем нормально такой номер здесь можно и кофе попить тут бар рядышком кто будет путешествовать проезжать мимо не сомневаюсь заезжайте здесь можно нормально переночевать перед этим мы заезжали другие смотрели гостиницы либо цена выше если что ниже то вообще мрачно все сейчас мы собираемся и идем гудать по буковеле попробуем подняться на подъемнике вверх хотя цены там неадекватные вроде бы вот и уже пойдем там поверху гулять собачках но это если нас пустят конечно туда с собачкой ну что ребята гуляем мы по буковеле и вот сейчас решили подняться на подъемнике вот если вам придет в голову дебильная мысль дать охраннику денег чтобы подняться наверх то идите лучше в кассу не экономьте этих 10 гривен поскольку если с вами что-то случится вероятность такая есть то вам даже никто никакой страховки ничего вообще никто не возместит потому что вы как бы зашли из черного входа и дали охраннику на лапу вот поднимаемся мы в гору оттуда уже пешком будем спускаться вниз такую сделаем небольшую прогулку с собакой денег это все стоит неадекватных и особенно для украины это просто какой-то ну трэш вот вот этот вот сраный трехминутный подъем он ну в априори не может стоить столько денег но это украина поэтому тут нечему удивляться одна из самых богатых стран мира и самыми большими и самыми большими доходами вот у населения все поднимаемся мы вверх с нашей собакой собака пока ведет себя нормально но мы боится за нее переживаем держим ее крепко двумя руками мы и делаем уже по традиции пару фоточек вот такие вот ребят красивые пейзажи если подняться на подъемнике номер два повернуть налево пройти порядка 300 метров то можно прийти на такую смотровую площадку и увидеть вот такой вот красивый пейзаж вот там вот это гора гаверла вот видите левее это гора поп и ванна которой есть польская обсерватория старая польская обсерватория и все что между ними это называется черногорский хребет справа это подъем на гаверлу со стороны ясеней можете заметить то что там более пологий подъем более легкий подъем и и слева подъем это со стороны заросляка он более крутой подъем но вы на него тратите меньше времени вот и люди которые не первый раз ходили на гаверлу они вот стараются ходить со стороны заросляка по поскольку это быстрее как бы вот и даже путь короче туда вот ехать и потом от черногорским хребтом вот так вот гуляют 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 путешествуют путешествуют идут до папа ивана а с папа ивана спускаются деревню дземброня и там кстати рядышком недалеко деревня верховинов который снимал параджанов свой фильм те незабытых предков вот так вот в общем выглядит черногорский хребет еще ребята если вы любители кататься на велосипеде как и я то в буковеле для вас просто рай вот куча вот таких вот трасс в лесу смотрите вот так вот по всему лесу и по всей буковеле такие трассы так что если у вас есть велик берите велик гол буковель и кататься с гор на велике